Девочка-пай 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 когда я проведу жюри о Калабаре истории, в моем городе, это два года назад, я рассказал немного о этой истории. То есть, счастлив, счастлив и очень счастлив, до того, как я уже 11 лет, на 7 декабря 1960 года, мой папа умерла и умерла. И, в 7 декабря 1960, когда я только 11 лет, это была наиболее травматизированной в моей жизни. Почему? Не только о проблеме от моего папа, но, во-первых, это ужасно, что у моего родителя, и о том, что я не говорила о ее, и я не говорила о ее много времени, до того, как я умерла, и умерла, и умерла, и умерла поиск, и умерла на скале, и умерла вверх, и умерла до 4, 5 метров. Это был очень тяжелый факт, когда я был ребенком в Путо Calvo, но в таком счастливом жизни, и так много, что я получил от моей мамы, моих парень, моих родственников, что этот факт, в конце концов, немного разрушился в темпе, и сегодня, и уже много времени, он был очень решен. В той же время, в Путо Calvo, работали моторы, существовало два мотора, один, который отвечал на одной стороне, и другой мотор, который отвечал на другой стороне. И когда энергия, электричество, продолжали, после 22 часов, это свидетельство, что кто-то умер в городе. И я хорошо помню, что город был благословен, в связи с моим родственниками, и, в конце концов, он был очень тяжелым, очень тяжелым, очень тяжелым, очень замечательным, очень травматичным, и, в конце концов, он был очень тяжелым, и, в конце концов, он был очень тяжелым, и, в конце концов, он был очень тяжелым. В общем, это была огромная война. И моя мама, которая была у меня минимум заработка, но у нее была семья, которая наслаждала много любовь. И абсолютно ничего не осталось. Один или два года назад, я буду у меня счастлива и счастлива в городе, в которой я ищу, и о которой я еще учусь. Это историческое городе, где Лагуас начался именно через Путо-Калбе, где первые огниры из-за сухого начались через Путо-Калбе, и где, мы, верно, мы, как мы, Путо-Калбенцы, у нас есть первый герой национальный, который поднялся в ладо-холландском, buscando, так сказать, у нас более промышленной патриотизма. Мой мечтан был тем, кебетом, чтобы мне看一下 husbandry. я мог бы оставить мою маму. Это был мечтан. Как я не мог бы объяснить, но мой мечтан, что я помню, назад, было оставаться в Путокал. И, в день, обладать эту город, в день, быть президент этой городе, в день, сделать эту город так большой, как в прошлом году. Она имеет огромное историческое valor, не только для Алагоуна, но и для Парижа. Это был мечтан, в детстве, потому что я создавал мою первую эмоциональность существования для человечества. Я учил в Путокал в Путокал в группе Роша-Пита, после смерти, у большого Алагоуна, сына Путокал, называемый профессор Георгий Мирангра. Он умер в 1960. А partir dessa дата, а школа passou a ser профессор Георгий Мирангра. Я очень рад, что я учусь, что я учусь, за уровень профессора, и, в то время, за уровень и, в то время, мы были подготовлены, в том числе, советом нечислилась к мастерам на связь. Пусть удачи с нами также аз 발мана на национальной банды, поэтому это очень хорошо нанесенно. Мне кажется было очень хорошо. Я участвовала в Мэрсео, в той же время у Инвестраторлий на гинате существа, и я участвовала на колеги Тамщенко. В нем не было учебных курсов, но в то время я был называемый учебный учебник. Я занимался три разных школы. Я занимался первый год в колледжем Лембосе, в Вернаду Лагу. Второй год, я вышла из колледжей, в районе, где я учился в колледжей, и я очень рад, что я учился в этом колледжем. Второй год, учебный учебник, как говорится, учебный учебник, я учился в колледжем Мариста. И уже в третьем году, я уже 17, 18 лет, и, по крайней мере, мне нужно было работать для поддержки моей мамы, я вместе с другими друзьями, я учился в колледжем Лидо. И в году 1969-1970, я получил мою первую работу, я учился в секретаре, потому что мы знаем, что это. Я учился в секретаре, я учился в секретаре, и я учился в том, что я учился в секретаре. И потом я учился в банкаре, в 1970, годом я учился в Вестубларе. Я не могла, конечно, работать два часа, и учиться правильно, когда я учился в час. Я учился в секретаре. Я учился в секретаре. Я учился в секретаре. Я учился в секретаре. И только один час. В часов вечера начался 1 час. И этот час продолжался до 6, 7 часов ночи. И, по-другому, я работал именно на факультете на Федеральный Университет Федеральный Алагос, который находится на Монтипио, где сегодня работает Орденческий адвокат Бразил Секцион Алагос. Я искал, не так же, но как бы еще один мечт. Но еще один из самых известных в мире. Я никогда не был, конечно, в том, что я был в Сауде. И, по-другому, я сегодня был в Сауде. И я всегда был. Очень много лет. И, в то время, когда я работала в Национальной Банке, он уже не существует, я была в Сауде. Это интересно, что это было написано, в доме, в доме оставлено два родителей моей мамы, которые были защищены. Мой родственник был уничтожен в доме, в доме, в доме. Моя мамы, из семи родителей, один из них был патрик, и получил, чтобы мой родственник, уничтожен, уничтожен, уничтожен в коллегии Пио XII, то есть существительное. Когда он пришел в Палмиро-дос-Индии, он был ученым гинозалом и ученым. И в этот период, когда он ученым гинозалом и ученым, я был обреган, в форме amorоса, без дискриминации, в доме, в доме. И в этот период, когда они уничтожили дом для моей мамы, в районе Рома Карлос-Гомер, в 1967, я делаю этот результат. И это было очень просто. Это было очень просто. Это было 7 дома, и гинозалом, для вас, которые мне слышали, гинозалом, и гинозалом, и гинозалом, и с одной стороны, и с другой стороны, и с другой стороны. А в городе, с другой стороны, с другой стороны, и с другой стороны, с двойной комнатами, вот это было только около 4 тысяч, Возможно, я мог бы выбрать правду. В этом этапе я лежала на колхан-капин, и это я перенесла в моих играх в 67, 68, и я очень комфортно. И там я читала, в нём, вся работа из Жоржа Мадо. Может, потому что мне нравится в литературе, и сегодня я пишу много, но есть 10 книги, чтобы выйти в марию, я иду в марию, на этом году. Может, я перенесла в кемпе юридик. Но все это все на самом деле. Но я хочу сказать, что эту жизнь в Марию, преследовательство, пребывание, благодаря тому, что мои дьяволицы сделали, это было очень хорошо, это было очень хорошо. Марию было иметь, чтобы продолжить мои учебы. Если я остался в Путокал, я, до точки зрения того, что я уже был, это абсолютно неожиданно. Моя мама, один день, она сказала, «Они, мои дети, вы должны быть люди». «Все люди», в том смысле, она сказала, «Вы должны быть где-то, потому что я буду делать все, что возможно, как мать, без лишения моей длинности». Поэтому она была так радостная с друзьями и с друзьями. Друзья, они задавали вопрос о присутствии с друзьями и сказали для своих друзьями, что эти друзья были в семье, «Не оставь ничего к своей irmе». Я был очень смешан. Редактор, я был очень рад. Я была очень рада с всех, но была здесь нету интимедий. А это правда. На одной из двух часов, в 1970-50 годах, Миря Лоркогольцова был неважен, или «Св Iowa» чрезвычайно, чтобы было достаточно крупно. И это было шесть лет. Я не знал о том, что это произошло в стране. Я был только preocupен. Я закончил мой курс, и работал для поддержки моей семьи. Я не слышал о перспективах, я не принадлежал группы, и даже не знал о существе группы, которые занимаются какие-то политические движения. Так что это было очень спокойно. Я не знал очень мало, у меня очень высокая social жизнь. Моя preocupация была работать и дать должность к кому-то мне было так, которая была моя мама. И дать, также, к моему ребенку, что он мог бы объяснить, что он не был виноват таким образом, и, км, и, км, и, ка, и, ка, и, ка. Парасов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О номе моей esposa é Maria Zélia Medeiros-Pirauá. Я сказал только недавно, что я работал в компании, это в 67-68年. И она работала в этой компании. Она была молодой, но, как она работала, Мы только не получили отношения с коллегой. Когда она вышла и пошла работать на Волксвагне, как чашка, на импортной квартире, я сказала, что я думаю, что я буду работать с этой девушкой. Она, recently, вышла из Умоливада, который сегодня работает в Санкт-Петербурге, который я не знаю, и мы начали работать. Мне сказали, что я ищусь сегодня. Но это не то, что мы не объясним. Потом я начинал с ней в 1970. В 1974 мы родились в городе Пилар. Я только приехал в школе. Я даже делал кроник. 13 школы, которые мне нужно было работать. Я родился в Пилар. Я родился в школе, в школе. Я родился в школе. Я родился в Риси, когда мой родился в 1957-1959. Я родился в школе, в Пилар. Я родился в Путокол. Когда я слушал так много миссов, я делал кроник. Три школы, что я нужно вернуться. и я хотел вернуться в школе. Так, чтобы я чувствовал то, что здорово в моем anosе, я хочу вернуться в школе. Чтобы я чувствовал то, что важно тут моя вера в Бог, я должен вернуться в офис на Пилар, medical school, в Риси. И для того, чтобы я почувствовать эмоциональности и празднования, я должен вернуться в Путокол. Один город, который не был в моем уровне, один город, который не был в моем campo, и один город, в котором практически я не слышал. Я слышал в Аrapирака, потому что у нас был в 1934 году, два человека здесь. Один из очень традиционного рода, который был в Энофе Македо, и другой человек, который был в Петербурге, который был в Аrapираке, который был в своем здании, а потом был главным городом, который был в районе города, и был даже депутат в Аrapираке, который был в Аrapираке. Но я никогда не приехал в Аrapираке, даже когда эти два человека связаны в Аrapираке. И, вдруг, один профессор делает эксплуатацию в школе. Он был в школе, и был в класс все великолепные программы. И, в том числе, в этапе правильных оперативных школах, Его также был в Семьем Брагуа, и он был в Брагуа, в Семьем Григорьеве, и в Семьем Гурману. Он был в Брагуа, где он сегодня живет в Бразилии, и есть дома в Батисаминской Федоре. Он был в очень традиционном семье, профессор Мастрел Владимир Мачар. И он спросив... кто хотел приехать в Аарапирако и завести курс в Штенской Федерации. Верно, в той же время, в Аарапирако, Передалив узкопорт. У IBGE, как и продевались оборудованием курсов, которые, например, курсов-лесцией, курсов-лесцией, ученой-классов и курсов-класса. У других, чтобы студенты пришли в кырсе и практики. Только тогда проходили провести свой стиль и пройдут в конкурсе. Так, в прошлом 60 лет. Мы продолжили до конкурса. Я и мой друг, зовут Алангий Дардемо, из Силы Санкций. В следующем году, 1975, мы уже были с конкурсом, и я была с интервьючатой карты. И мы, поэтому, решили installать здесь, в实лении адвокатства. И этот адвокатства адвокатства был именно в их здании, На праше Луис Перея-Лима, знаменимая праше праше. И мы начали делать первые встречи. Поэтому, моя жизнь началась именно там. И в первую очередь, я живу здесь, она находится на Руа Белависта. У нас не было двери. У меня было дома. У меня не было дома. И когда мы поставили нашу мобильную, то, что я купила дома, то, что я купила дома. И моя женщина, как всегда, очень компенсивная, очень интересная, очень интересная, очень любовная, она ничего не кричала. Потом мы переехали в доме, в районе Касимбас. В доме, даже пиология, у меня большой парень, у меня был Д. Пирея Медес. И потом, как я был мой патрик, мой патрик, мой патрик, мой патрик, Юлиана. И я там, я живу, я живу, это дом. Это дом. Это дом. Это дом. Я уже купил, купил, и так далее. Это дом. Это дом. я живу. Я живу. это дом. Я живу. Я живу. Я живу. Я живу. И я живу. 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 Я живу в Аrapирака. В 1976, я получил приглашение от одного из самых важных мужчин, от одного из самых должных мужчин, который я видел. Дальше, тот другой, который я получил в 1974, который был С. Францисо Пирея Лима, который уже был президент Аrapирака. И мы приехали с учетом, поскорно, 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 потому что он был в Мацернии, и С. Франциско Пирея Лима нас получил с большим счетом, и всегда нас присутствовал и потом, как я сказал, был большой парень. Но, как я говорил, один из больших мужчин в Аrapирак, который, даже, был президент города, Д. João Батиста Пирея da Silva, который был премьер, в 1870, до 1770, до 1772, когда я приехал в Ара-Пирея, он не был премьер, и получил этот год, то есть, пространство. Вм Piggy, то есть, До такого, после войны, до Априрака, уничтожить мясо, спирма. Валдомиро José dos Santos 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 Артисты, которые представлены в этой жизни, в Аrapираке, которые радуются нам. Мы должны создать здесь, и я уверен, что это будет сделано в неделю, или в среднем. Правильно? У нас есть туристический аттракт. Я ищу в тюрьму на нету, и в тюрьму, и в тюрьму в центре и комиссии. Это такая страна, которая не остановится, которая развивается. Я в США, когда я был 30 лет, и в Орландо, они сделали, из-за этого, деревья, которая занимает все это. Здесь уже начинается флора, и вы видите, что в центре гастерномии, люди уже начинают интересоваться, чтобы поставить тематические ресурсы. В моем периоде жизни, в Аrapирако, это два-третьих из моей жизни здесь, я учусь в Моевом Союзе, но сегодня я учусь в Ротари, и это служба для службы, для службы для коммунистей. Таким образом, мудрость, но очень перспективно, для того, чтобы не мешать мне, я могу, в мере возможности, в некоторых местах, служить на этой земле, потому что это землю, это землю, это землю, для смерти. Я имею в Индии, в моем городе, в Путокал, очень сильный мир, создавая в эпоху, когда я был ребенок, я изучал много темат, о том, что байдер-инважном французе, и я держу связи, которые мне связаны, даже по отношению, в том числе, это город. Таким образом, я могу сказать, что я люблю Путокал, и люблю Аrapирака. Я люблю Аrapирака, и люблю Путокал. Я учил в коллеге Бо-Консель, я учил многое, после того, я учил в коллеге Бо-Консель, на школе ССМАК, 지금은 в школе ССМАК, Ирак, ищущий советский пример в коллеги Бо-Консель, и в коллеги Бо-Консель и articолы. Сегодня у меня есть очень близка человека, это мой студente, который был у меня, который был в этом году, который был хорошо, с которой я держу меня гunde чести. И еще многие другие, которые я не creела, но кто был в этом году, учебные учебы. Я также учил САЗАМА, курсу на Дерее. Ну, что я скажу о Тарапираке, что я готов для работы. ВЕРУЧИТАЛЬНАЯ МУЗЫКА Те, кто обслуживает, как я обслуживаю, как у учебного пациента, в чём я учил в моем институте, Это сложно оставить эту деятельность, потому что для многих, я не говорю, но для многих, но для многих, для многих, большинства, люди, в общем-то, очень любят того, что им есть и то, что им есть в связи с тем, что им есть. И я очень много, эмоционально, для этого. После того, чтобы у меня было, за годом и четырех месяцев, На самом деле я приглашала, в которой я админастязывая действия Все жалованные дома в Альгарсе в районе Промоставьте свою функцию, не в грехе того, чем они сделали, но в положение личных действий. glittery, присутствующей системы, Продолжение следует... Я поймал его как генерал, который в следующем году оставил его команды в своем квартале и он будет вернуться к человеку и купил его журнал на банке. Ла на прае, в frente к своему апартаменту. Если он был очень виноват в силу, он, в следующем году, будет крайне запрещен. Потому что, на природу человека, те, кто из-за деятельности, которые являются партнеры, как бы они придут, они придут и дают более деференции. Но я сделала опцию. Эта опция, я не уверяю, я ниже разумею в день. Она была контррариана на опцию. Мы видим, что министры, а у нас все осталось недели, они не хотят, и не хотят, эффективно, подъемку. У нас есть партнеры с прае, но у нас есть место, и другие вещи, Жотко Барбоса. Но, в порядке, он заслужился даже неделю и прослужился по желанию и я делал это для меня доверия и демократно и демократно для того, что я уже был в Хоспитал Регионал. В то время я был очень обеспечен, много путешествий, много путешествий, даже в стране. И, сегодня, я оставлю хорошие отношения с моей деятельностью. Я оставил хорошие отношения. Я оставил все очень организации. И я учусь в группы в моей ассоциации и в группы в WhatsApp где наши новости находятся. и, в сентябре, я общаюсь с моими друзьями, которые интеграют в Институте. И, после 42 лет, я считаю, и, в моих силах, с большим демократом. И, в конце концов, я, в конце концов, я, в конце концов, я, в конце концов, и я, в конце концов, все новости, в институте. Я держу очень сильные отношения и очень сильные отношения. И, в конце концов, все они звонят. И, в конце концов, мы общаемся. И, в конце концов, я живу, и, в конце концов, субберт-авленочами. Никитая. Игорь Лурина Я очень историческое концерт интересное. Это я обнаружила, что я живу. Я живу к детям, до 45 лет, в той же моей жизни. Вatriые, люди спрашивают, почему я живу в доме? Teachers у меня живу в доме. Другие родители находятся в доме. и другая компания. Моя жена сказала, что она очень маленькая, сперта на супермекаре. Здесь мы интеграли нас в районе. Это был интересный момент. Один мой сын, мой сын, мой сын, мой сын, который живет в Ситус, в Виарапиракаре, в какой-то магазине, это было несколько лет, и он взял мою машину, когда я был в ТАК, я не помню, и я спросил, кто знал, где я стоял. И я пришел в ТАК, в моем доме. Я не скажу, для меня счастья, но для одной из этих вещей о себе, моя мама живет в Марио, и она, когда она пришла в Виарапиракаре, именно в этой доме, она получилась в АВС, и она осталась здесь за 60, 90 дней, у меня была очень счастлива, очень счастлива, очень счастлива, очень счастлива, cuidалась с моим спортом. Я также положила больницы, и техники в больнице, и моя мама умерла в Виарапиракаре, и, потом, я была убрана, и потом, в Марио, и продолжила жить здесь. Я был conservатур, я был conservатур. Когда я frequentу в ресторане, когда я был хорошо-предел, я не могу менять. И здесь, в этой городе, Фибуис, это, это, просто, назвать два, потому что, я имею много больше всего, больше всего, Дjalma Роща, с более 40 лет, и Зеу Тарсили Перея, так называемый Мазаров, который, за 40 лет, с Мазаров, мы субботом, вечера两ок Cosmos, ежегодно?" Кагулгада toteуя довели леверой анарсилию часа. , Mm-м-м-м, евреа, дар Watching Annна, рекомендуйте об этом helpless, это тоже очень хороший, перемещение нам с하시는, Но я буду возвращаться. Пошли сразу, и я уже сказал, мои коллеги в Кавалгаде, что они пришли возвращаться. Это сделал меня, потому что, я был отмечен от кожи, на голове, и это был продукт, из-за экспозиции. И я получил в Сан-Пау, в Сан-Пау. Это был процесс, 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 который будет изучать материалы, чтобы узнать, если еще не было. И только в Сан-Пауле делал, я делал в Сан-Пауле, только в Сан-Пауле. Но сегодня, защищен от кожи, и в Сан-Пауле, вы можете участвовать, и в Сан-Пауле, и в Сан-Пауле, и в Сан-Пауле, и в Сан-Пауле. И в Сан-Пауле, я всегда представляю меня. В Сан-Пауле, и в Сан-Пауле, и в Сан-Пауле, и в Сан-Пауле. И тут, карнавалов, когда клуб был аттракционом в городе. Мне кажется, что это было в Севера Унион, и был создан Аrapирако в Алавантур. Прямо практически все ночи в Алавантур. Теперь я интеграю здесь Унион Бразилия из Стритов, в севере Торжане в Алавантур. Это видевшее innecesи, что касается создану. Все что касается, к сожалению, и к своим временам, и их общаться, я скажу, что я предстояро. У меня есть квартира в Маслёвле, но я знаю, что здесь нет, три месяца, не заходи, не заходи. И даже в эпоху, не пандемика, в эпохе нормализации, я прошу несколько недель, потому что я пользуюсь, особенно в конце концов, для того, чтобы делать мои книги и мои читатели. В моем жизни, особенно в этот период для пандемики, я заставляю в 19.30 и в 8.30, я оставлю в 19.00 и в 9.00, я оставлю для того, чтобы читать. Я закончила читать «Оргуй и приключения» с английским автором, Евгений Алquistain, когда я уже закончила читать о книге «Догресс Прадо», о истории Лагуя. И когда я не читаю, я читаю. После 9 часов, я беру больно и буду работать в хоспитале до полчаса. И в течение вечера, мои физические действия, для того, чтобы помочь моим здоровьем. И в конце концов, вместо того, я беру до 6.30 до 8.30, principalmente на днём, я беру до 8.00 до 12.00. Я очень много внимания, на формататоре, который практически закончился. Это книга состоит из 10 книг. В них, есть 3 или 4 книг, где они проходят эти книги в Аrapирак. То есть, у нас есть книга, «О Криме на Плаца Маркс», где он создавал историю. Другой, другая, политика, другой, разработчик, который проводит истории в Аапирак. Я больше уважаю на днём. Домингу, я, с 7 до 8, я читаю. Когда это меодия, я делаю мою семью. Мы выходим для вечера, мы вечером здесь, мы встретимся с детьми. И я не смотрю ниже телевизор. Как я читаю на вечеринке, и иногда тоже на вечеринке, я не люблю смотреть телевизор, и не люблю читать. Поэтому я смотрю хорошие видео, с социалистами, или философами, и я слушаю. И я читаю, что я не читаю, не вижу, но слушаю. Это я делаю в виде философии, в виде политики. Это видео, обычно, в 1 час, 1 часа и 20. И что я делаю? Как мне не нравится, я вижу, потому что я не могу снять мою жизнь, потому что у меня есть глаупома. Так, я делаю видео, я делаю в интернете и слушаю. Практически, я делаю это, практически, все ночи. Когда моя женщина становится очень комфортно, потому что у меня нет внимания, когда моя женщина становится очень комфортно, тогда, в этой ночи, я собираюсь поговорить с ней, чтобы было немного внимания. И, если вы только что-то читаете, и теперь, еще больше, инвестировали другую вещь. Так, я собираюсь, в этом моменте, дать правду к ней, и, действительно, она имеет правду, И в одной или двух ночи я оставлю мои хорошие видео. Но я еще много, много книг, много книг, которые есть на странице, и еще много, что я должен купить. Так что я знаю, что я не буду верить, и даже на видео, что я хочу видеть. Я хочу видеть. Я очень рада видеть видео, которые мне были отправлены на WhatsApp, а не сэкономизация видео-мутодирационная, потому что это много вещей, и мы не знаем, много раз, о чем это фэк-ньюс, о чем это не так. И для того, чтобы вы понимали это, чтобы мы увидели это, я рекомендую читать этот книг, «Он Эгенерирует о Каосе», в котором он объясняет, что эти сообщения, которые были найдены в WhatsApp, Многие из них были манипулированы, и они влияют, из-за больших фальсований, в том, что они сказали, и в целом, в процессе элитарного. Философы очень спрашивают, что в смысле жизни? И они, иногда, не знают ответить. Я бы хотела быть знаменимым, как человек, который совершил какие-то ошибки, я думаю, что все мы совершили, но никогда, без сознания, не ожидали боль. Я бы хотела быть знаменимым, как человек, который, когда он получил возможность, сделать это, чтобы сделать это, он не мог бы сделать это. Я бы хотела быть знаменимым, как человек, как человек, которые были лишены, в предыдущем собрались, все спасибо за кого. Это это сделано, и в последнее говоря, самостоятельно, так что, не знаю, Я хотел бы помнить, как прекрасный человек, но как человеческий человек. И, по моим родителям, как очень интересный человек с его здоровьем, который всегда пытался, культурально, сделать лучше. И, по моему роду, он был человек, который преследовала культуре, преследовала делать лучшее, что он мог сделать. Я никогда не обвинил рейтинга. Я считаю, что он, в моем случае, что он получит достаточно для его subsистения с длинностью, это достаточно для того, чтобы он мог жить в порядке, в смысле, чтобы держать его семье с абсолютной спокойствием. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя хорошо. И, по-моему, что самое лучшее в мире, это когда я имею в виду возможность, чтобы получить возможность, и открыть, и позволить, и дать руку, чтобы кто-то реализовался, с точки зрения личного и профессионального. И я, по-моему, что я имею в виду, это было бы не так, что я мог бы сделать это, и, по-моему, что я мог бы, чтобы попытаться, чтобы сделать это, чтобы было сделать руки, чтобы сделать это, чтобы чтобы человек мог показать его talentу. Потому что мы видим, что многие люди могут быть хорошими медиками, хорошими докладами, хорошими того, что они предлагают делать, только они не имеют возможность, или не имеют правильный курс. Они прекращают себя в жизни с реализацией, которые могли бы быть, потому что ни разу не было возможности. И когда я учусь инструментом, я чувствую себя счастливом. Я бы тоже хотел бы, если я вернулся к кому-то, что я не знаю, может быть, может быть, что некоторые вещи я делаю для кого-то интересные, которые обычно я не забываю. И некоторые люди приходят мне искать, и иногда мне благодарить за что-то, и я даже не забываю, не знаю почему. Иногда это люди, которые я делаю много раз, и говорят, что я хочу благодарить, это, это и это. Я говорю, что хорошо, и так, и так, и так, и так. И потом я пойду, что я хотел бы это, я помню. И когда я получу это, я помню. И иногда я спрашиваю, что я не знаю, что это, что это было, это было, что это было, это было, это было. Я не знаю, что Бог может существовать или не существовать. Если Он существует magnificently, круто, потому что я вернулся в Он. Мы должны сделать это за человеком, который каждый является. И мы нужны друг другу, в любом случае. Я встретил людей, которые были очень благодарны с моим, приятны с моим, приятны с моим, приятны с моим, потому что я не мог бы быть в отношении других людей. И если мир функционирует так, что не будет, потому что у нас, у нас, у нас, у нас есть поэма, если мне позволить, из американцев, и я люблю этот поэма, но, в моменте, в некоторых партнерах, я не знаю, что это, но это, но он говорит о том, что человек должен быть как животные. Он не отвечает, не педали, и мы, мировые люди, мы живем в этом конфлике, премиентом, педали, потому что каждый из нас, они живут в себе постоянно. Но животные, не. Они живут спокойно, Расследовательские депутаты не преследуют, не преследуют его венеры, и не будут преследовать, и не будут, не преследуются, с потерпением отречения. Идеализация этих основных варапирак с сегодняшним депутатом Рикардо Незином. Он был очень счастливым, потому что, даже если она сосредоточилась к тем, кто родился здесь и к тем, кто вставил свои роды в этой городе, то, что он дает, чтобы оставаться в последовательности, для тех, которые, в этой натуральной секции из-за существования, могут понять, могут понять, могут понять, могут понять, что эти проблемы, которые они будут enfrentать, и никогда не появится в истории человечества, в которых, вове, в состоянии, неизвестного, в состоянии, когда решатся один, и другие. Такой проблема, в телефон, в сообщении, в этом мире, если решатся, сегодня мы поставим в фотографии, мы снимем здесь, И теперь эта фотография в США, в Рио-Деянею. Но еще другие проблемы, в связи с этой технологией. То есть, во-вторых, 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 эта возможность, эта камера, и этот исторический оборудование, и это исторический, и это будет происходить, с каждой человек, которые были слышны и записаны, из самых простых людей, и самых подготовленных людей. В будущем, в мире, будет слышать, как мы живем, проблемы, 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 и они будут говорить, что все остальные проблемы, и он говорит, что все остальные проблемы. Эдуард Геннер, в книжечке, «Тропикос и Утопикос», он говорит, что именно такое, что есть три большие иллюзии, что есть решение о мистирии и о значении существования. Всегда, о мистирии, и кто, скажет, в книжечке, жаль, и в действиях, всегда будет продолжаться в искусстве эффективного эффективности. Аграция в обществе будет огромная иллюзия, и она будет полностью решена. В абсолютном случае, она всегда будет, в обществе, тоже ограничена. И вот, авиано. Это огромная технология для экспозиции. И посмотрите, авиано. Пожалуйста, мне позволяю сказать, что в Европе, в Европе, и в последнее время, в 19-е, в цехе, в цехе, в цехе, в цехе, в цехе. Сегодня, в цехе, это впечатляет. Эти технологии, конечно, привели, конечно, аграция, и, конечно, в цехе. в цехе, в цехе, в цехе, в цехе, в цехе. в цехе, в цехе, в цехе. в цехе, в цехе, в цехе, в цехе. Я чувствую, что еще много я мог бы сделать, как еще много я могу сделать. И я хочу, чтобы этот проект продолжить. Чтобы он слышал больше людей. И как это будет sendo сделано. С простыми человеками, что, иногда, на симплисскохозяйственных сил. И Судия не будет больше человечества, но личностей false в любом бизнесе с чистой монтажёной, споказан retardу. И Л Ov бы does это! Судия не представляется! Но эму pushing так за поиском языке. Многие ощущения он живетßerdem по грузам. Иampирака в последнем comprar мы rays для того, чтобы узнать о реальность этих раишек в Аrapирако. Которые, за счастьем, которые меня слушали, за эту команду, в этом месте, в таком месте, что это мой редукт, для моих писателей, я хочу благодарить, и благодарить, особенно, к депутату Рикардо Мезин, и, в общем, это мой депутат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова